Добрый день! Меня зовут Ростислав Вашенцев. Я приветствую вас на вебинаре по маркировке пива и пивных напитков. Сегодня с нами присутствует представитель Честного Знака. Для того, чтобы нам было более понятно, как происходит маркировка пива и пивных напитков, представитель ЦРПТ сейчас расскажет об основных правилах, о том, какие есть уже положительные результаты проходящего эксперимента. Эксперимент еще не закончен, напомню. Поэтому давайте послушаем о нормативных основных документах, которые регулируют правила маркировки пива и пивных напитков, о том, что сейчас уже можно утверждать, а что еще на этапе рассмотрения. Об этом нам расскажет Алексей Родин. Передаю слово. Коллеги, добрый день! Спасибо, Ростислав. Итак, давайте начнем. Представлюсь еще раз. Меня зовут Алексей Родин. Я работатель проекта в товарной группе пива. Сегодня я расскажу вам в целом про эксперимент, какой текущий статус, для чего он проводится и какие планы по реализации и на какой стадии сейчас находится работа в эксперименте. Итак, для чего же проводится эксперимент, для чего проводится общая работа по маркировке? Первое и самое важное – это защита рынка от нелегальной продукции. Каким образом это реализуется? Первое – это мы маркируем каждую единицу продукции специализированным кодом в DataMatrix. Тем самым мы можем проконтролировать цепочку поставок от производства до конечного потребителя товара. При этом происходит контроль зубытия каждой единицы продукции при сканировании продукции на кассе, то есть при сканировании кодомаркировки. соответственно это позволяет контролировать качество товара и его сроки годности. Итак, на текущий момент уже запущены многие товарные группы, наверняка есть эта розница, проходили точную молочную продукцию, вы знаете про данную инициативу по газе, ну и конечно же один из товарных групп, который бывает, добавок, можно к следующему слову, пожалуйста. На текущий момент сейчас идут пилоты по пивным слабоалкогольным упиткам, также проходим по проекту по активным добавкам и антисептикам. На текущий момент, благодаря большому количеству запущенных товарных групп, мы имеем огромный опыт и понимание, каким образом реализовывать данный проект, в том числе и в товарные группы. Итак, какие же особенности маркировки с помощью системы честного знака? Для маркировки используют специализированный код логификации, зашитый в так называемый датаматрикс, он отличный от кода, просьба продукции. Прослеживание продукции происходит с помощью использования таких документов, как ИПТ, то есть универсальный передачный документ, который позволяет передавать продукцию по всем зверям товар-проводящих цепи, то есть от производства до продукции. Так, я остановился на том, что продажи ИВА потребителями регистрируются при помощи контрольно-кассовой техники, то есть именно в момент считывания кода датаматрикс используется стандартная контрольно-кассовая техника, единственное, если ранее не использовали, нужно использовать обязательно что сканирующее оборудование, как правило, это типовой сканер, он есть во большинстве розниц, однако нужно учитывать, что при считывании датаматрикс сканер должен быть именно тот, который считывает двухмерные коды, которые есть на ацизных товарах, например. Итак, далее какие же еще особенности есть? Потребитель, то есть конечный потребитель товара получает полную информацию о маркируемой продукции и также может сообщить в надзорные органы о нарушениях с помощью мобильного приложения. Итак, двигаемся к следующему слайду. Если говорить про нормативную базу, то есть несколько документов, которые помогают раскрыть текущую ситуацию по проведению эксперимента, по маркировке, с чего вообще в целом все начиналось. Было выпущено поручение президента от 10 октября 2020 года о том, что необходимо провести эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, а 17 февраля 2021 года уже вышло постановление правительства о том, что эксперимент будет проводиться с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. В прошлом году буквально в конце 3 декабря вышел первый проект постановления правительства правил маркировки пива и слабоалкогольных напитков, где были описаны основные нормативные правила. Я хочу пояснить, что буквально сегодня вышло повторное постановление правительства с некими доработками, где были указаны некоторые отличительные сроки от первого постановления, а именно то, что старт обязательной маркировки на производстве и реализация специализированной упаковки, то есть это кеговое пиво, начинается с 1 октября. То есть производители должны, собственно, выпускать продукцию, начиная с 1 октября, уже маркированную. А розница, в свою очередь, эту маркированную продукцию должна обязательно учитывать при реализации. Также есть сроки по другим форм-факторам. Это 15 февраля 2023 года для маркировки продукции форм-фактор, которая в стекле и в пэте. Двигаясь дальше, скажу так, что также вышло не так давно, в январе, распоряжение правительства за номером 792, где был утвержден перечень продукции, которая подлежит обязательной маркировке. И там включили как раз пиво и слабоалкогольные напитки. Помимо нормативных документов, которые созданы правительством, есть еще методические рекомендации. Они служат как раз рекомендациями о правилах проведения эксперимента, каким образом необходимо регистрироваться, маркировать, выводить продукцию из оборота и каким образом участники оборота между собой проводят информационный обмен. Итак, данные про маркированную продукцию, нанесенную на свой товар. Дальше, двигаясь по логистической цепочке, то есть по цепочке поставок до дистрибьюции, до магазина и, собственно, до кассы, продукция выводится из оборота с помощью контрольно-кассовой техники и сканирующего оборудование при считывании кода DataMatrix. Потребитель в свою очередь может получить информацию про продукцию с помощью мобильного приложения Честный Знак и убедиться в том, что данная продукция произведена легально и прошла вся цепочка, начиная от производства до кассы. Итак, двигаемся дальше и проговорим, какая же продукция должна маркироваться. По сути, это вся тарированная продукция, как и в потребительской таре, то есть это бутылочная, баночная пиво, бутылки и стекло и PET, а также специализированная упаковка, такие как кеги, должны быть маркироваться. Если говорить про конкретную продукцию, то это, по сути, пиво и напитки на основе пива, в том числе и безалкогольное пиво, в том числе и сидры, и пуаре – это грушевый сидр, и медовухи, и другие напитки, которые изготавливаются на основе пива. Итак, двигаясь дальше, что же потребуется для маркировки? Конечно, при регистрации в Семи Честный Знак нужна усиленная квалифицированная электронная подпись для того, чтобы зарегистрироваться участнику, будь то это производитель, будь то это розница. Нужно оборудование для подготовки кодов маркировок, для нанесения и, собственно, считывания валидации кодов, которые происходят на линии производства. Также нужен программный аппаратный комплекс интеграции, который интегрируется с системой Честного Знака, то есть с ГИС МТ – Государственной информационной системы маркировки товара для запроса кодов маркировки и передачи информации о том, что данные коды введены в оборот. На складских зонах производителей используется сканирующий техник – это могут быть и 2D-сканеры, и терминалы сбора данных, либо другие мобильные компьютеры, которые позволяют верифицировать код маркировки при, например, отгрузке и передачи следующему участнику оборота. Также информационный обмен, ну, стоит, что информационный обмен происходит через канал электронного документа оборота, где формируются документы УПД, то есть универсальный передаточный документ, который также подписывается усиленно квалифицированной электронной прописи. А при реализации в рознице необходимо онлайн-касса, договор с оператором фискальных данных на передачу информации. Также хочется пояснить про код маркировки. Он состоит, по сути, из двух частей. Это код идентификации, рано мы перешли, код идентификации и код проверки. Код идентификации, собственно, состоит из кода товара и серийного номера. Серийный номер может формироваться как системой честного знака, так и самим пользователем, то есть производителем при запросе кода маркировки. Собственно, код проверки – это криптографическая часть, которая не позволяет подделать код маркировки, его еще порой называют криптохвостом. Итак, двигаемся дальше. Работа в системе маркировки и прослеживаемости основывается на коде маркировки, то есть на коде DataMatrix. Критерии оценки качества кодов маркировки соответствуют стандартам ISO 15415, а качественно оценочные характеристики при подготовке кода следующие, то есть это контрастность должна соответствовать определенным качествам для того, чтобы код был и не засвечен, и не напечатанным таким образом, чтобы его можно было идентифицировать. Модуляция кода, повреждение фиксированного шаблона кода маркировки, осевая неоднородность и неоднородность модульной сетки, то есть для того, чтобы код был достаточно ровный, чтобы сканирующая техника уже в рознице считывала код без потери скорости считывания, чтобы это никаким образом не отражалось на реализации. Класс качества кода оценивается по критериям определенной сетки, то есть от A до F, где A – это на лучший класс качества, а F – наихудший. Вот критерии, влияющие на качество печати, а какие же могут быть? Это, собственно, само решение для печати. Если мы используем, например, аппликацию, то есть это сам принтер, маркиратор, который подготавливает коды маркировки, это могут быть материалы упаковки, зернистость поверхности, какая-то неоднородность поверхности, также влияет на это использование конвейерной линии, где наносится сам код маркировки, вибрация конвейера, потому что код маркировки наносится, если берем среднюю скорость, она достаточно высокая для нанесения, поэтому нужно избегать вибраций либо каких-либо неоднородностей в нанесении. Ну и, собственно, сам размер кода, у которого тоже есть некие особенности, слишком маленький код не может быть, так как уже сразу начинаются артефакты, связанные с считыванием. Собственно, по технологии нанесения. Основные способы нанесения кодов маркировки на пивоваренную продукцию следующие, то есть есть типовой способ типография, когда код маркировки печатается предварительно, но не на производстве, а отдельно на типографии. Также можно и печатать код предварительно на производстве, то есть это тип нанесения тикетирования, либо аппликацию еще называют. Также есть способ печати прямого нанесения, когда используется специализированное оборудование пьеза либо лазерное печать. Итак, двигаемся дальше. Какое же оборудование используют участники оборота при работе с маркировкой? Если говорить про производство, я уже сказал, что есть несколько способов. Это прямое нанесение, оно в свою очередь делится на несколько технологий, это каплиструйное, струйное, термо-трансферное и лазерное нанесение. Один из таких самых опробированных способов – это этикетирование, то есть это аппликация либо ручная с помощью специальных аппликаторов, это может быть автоматическая аппликация с помощью специализированного оборудования на конвейерной линии. Есть также специализированное оборудование такое, как принтер-аппликатор, который и одновременно печатает код маркировки, и одновременно его наносит на саму конвейерную линию. Также я уже упоминал типографский способ, когда либо код маркировки предварительно подготавливается на типографии, либо используется упаковочный материал с брендингом компании-производителя с нанесенным кодом маркировки. Есть также процедура агрегации маркированного товара, то есть сборка нескольких единиц либо в короба, в спайке, в палеты и так далее. Оборудование, которое используется и, конечно же, сканирующая техника. Это может быть мобильный сканер, может быть терминал сбора данных, либо какой-либо мобильный компьютер, который позволяет модифицировать кодом маркировки для сборки в агрегации. Ну и, конечно же, один из типовых способов на конвейерной линии – станция технического зрения, которая валидирует код маркировки и при необходимости есть такой специализированный оборудование, который и верифицирует качество. Также для печати используется либо мобильный принтер, либо принтер-аппликатор, о котором я говорил ранее. При работе на складе используется также сканирующая техника, как это мобильный сканер, либо терминал сбора данных. Итак, двигаемся дальше. Я уже в самом начале говорил, что система маркировки и прослеживаемости затрагивает каждое звено. То есть про производителей мы проговорили. Для опты и розницы есть также определенные требования для работы. Как правило, их все объединяет то, что они должны идентифицировать код маркировки, то есть в опте используются мобильные компьютеры либо сканеры. Также внимание стоит уделить и складской программе, которая, собственно, работает с маркировкой, ну и бизнес-процессом. В рознице, если говорить с точки зрения подготовки, это адаптация контрольно-кассовой техники для работы с маркируемым товаром, это проверка возможности работать текущих сканеров с системой маркировки, то есть на считывание кода DataMatrix. Для потребителей есть возможность идентифицировать продукцию на легальность с помощью мобильного телефона, на котором установлено приложение «Честный знак» и, собственно, с помощью типовой камеры, которая есть практически в каждом телефоне сейчас, сосканировать код маркировки, которые находятся на упаковке и проверить легальность данной продукции. Итак, двигаемся дальше. Если говорить про модель функционирования системы, она достаточно понятна и простая, особенно для тех компаний, которые занимались производством и реализацией алкогольной продукции, однако в системе маркировки есть свои некоторые нюансы, с чего же начинается работа в данной системе. Первое – это регистрация участника, когда участник оборота вносит свои данные в систему «Честного знака», заполняет данные в личном кабинете, описывает свою продукцию, то есть описывает конкретный GTIN, который он производит. Ну и, собственно, после того, как подготовительные процедуры завершены, можно уже заказывать коды. То есть процедура называется «Инисия кодов», когда участник оборота заказывает необходимое количество кодов маркировок на необходимую продукцию. После того, как код маркировки нанесен на продукцию, подается отчет о нанесении и, собственно, кода переходит в статус, введенный в оборот. При необходимости также и проводится процедура агрегации, сборка в короба, в палеты и так далее. Собственно, при передаче прав между участниками оборота, например, производства в дистрибьюцию, используются документы ОПД в системе электронного документа оборота. И также при выводе из оборота, например, по причине розничной продажи используется контрольная кассовая техника и сервис, такой как оператор фискальных данных. Также выводы из оборота бывают по иным причинам, например, порча, боя, либо причины списания. Итак, двигаемся дальше. Немного расскажу про описание товара и получение кода. Учитывается несколько факторов, какие же данные используются при описании товара. То есть это полное наименование товара, конкретной продукции, код товара, если он такой существует внутри конкретного производителя. Также учитывается код TNVET, товарный знак, если он есть такой для того, чтобы идентифицировать продукцию по конкретному бренду. Типу продукции, например, это пиво, сидр, пуаре, либо другие напитки. Объем продукции в единичной упаковке, например, пиво 0,5. Тип материала упаковки, например, это стекло, либо PET-бутылка. Некоторый состав, собственно, продукции, объем доли этилового спирта, сроки годности обычно используются они в днях. Ну и, собственно, некая там разрешительная документация при необходимости, при ее наличии. Двигаемся дальше. Как же происходит запрос получения и нависнения кодов маркировки? Участник оборота, собственно, запрашивает необходимое количество кодов маркировки в системе. Информационная система выпускает эти коды, то есть производит эмиссию. участник оборота преобразует код маркировки в средства идентификации, то есть в код Data Matrix и наносит данные средства идентификации на свой товар и подает отчет о нанесении. Процедура достаточно понятна, она линейная, то есть начиная от запроса, эмиссии и, собственно, нанесения и дальше уже процедура ввода в обороты. Итак, двигаемся дальше. Расскажу про такой процесс, который выполнял ранее, агрегирование. Это сбор единичных упаковок, например, бутылок в короба, в спайке, в трее некоторые, например, 20 бутылок в одной коробке. Есть код агрегации, который наносится на транспортную упаковку, есть код агрегации на групповую упаковку. Если говорить про транспортную упаковку, то это как раз может быть короб либо палет. Если говорить про групповую упаковку, то это возможность считать агрегации транспортной упаковки – это палет либо короб, а групповая упаковка – это то, что можно реализовать конечному покупателю. Итак, двигаемся дальше. Про вопрос, связанный с EGAIS. На текущий момент прорабатывается интеграция двух систем. EGAIS – информационная система маркировки товаров. Будет формироваться некая система единого окна, когда пользователь подает данные в какую-то одну систему. Текущая архитектура прорабатывается, поэтому не буду раскрывать, в какую конкретно, так как процедура еще интеграции идет. Самое главное – возможность отсутствия дублирующих операций, минимизация в целом операций для работы с двумя системами. Есть уже успешный опыт, например, интеграция с информационной системой EGAIS – Меркурий. Итак, двигаемся дальше. Какие же типы вывода из оборота на текущий момент учитываются? Самое первое и понятное для розницы – это продажа продукции в розницу при использовании контроля кассовой техники. Использование продукции для собственных нужд, когда есть вывод из оборота, но при этом данная продукция не продается на кассе, то есть, например, какие-либо наборы, образцы и так далее. Самое главное, что при этом нет возможности дальнейшей реализации. – списание в случае порчи, утери, брака, окончания срока годности и так далее. Ну и, собственно, экспорт в продукции, когда продукция помещается под таможенную процедуру экспорта. Итак, какой текущий статус эксперимента по маркировке? В текущий момент мы находимся уже, грубо говоря, во второй половине эксперимента. Осталось по факту 6 месяцев до завершения. Напомню, что эксперимент стартанул 1 апреля 2021 года, закончится он 31 августа 2022 года. Уже многие задачи прорабатываются, но напомню, что, например, для всех участников оборота до сих пор существует возможность участия в рабочей группе, либо производитель, бестебьюция, либо розничная торговля для того, чтобы апробировать какие-либо решения до того, как маркировка станет обязательно. Итак, двигаемся дальше. Если вот продолжить про участие в эксперименте, какие же выгоды участник оборота получает? Ну, если говорить про производителей, то при проведении теста все оборудование, работы, услуги, консультации в эксперименте полностью бесплатно для производителя. Возможность для производителя плавной подготовки к маркировке, то есть возможность выбора какого-либо оптимального решения технологии для конкретной линии, для конкретного производителя. при участии в рабочей группе, в эксперименте, каждый участник получает персональную экспертную помощь от оператора ЦРПТ по бизнес-процессам, по процессам, связанных для производителя с подготовкой продукции, с нанесением передачи по товаропроводящей цепи. Для розницы есть возможность провести тесты по выводу продукции из оборота. Так или иначе, любой участник получает персональную руководитель проекта, который помогает на всех цепочках работы организовать процесс по проведению тестов. также следующие выгоды – это подбор и апробация технологических решений и работ с маркировкой в реальных условиях, то есть на конкретной конвейерной линии или на конкретной боевой кассе в рознице. Также всегда есть доступ к технической документации и личному кабинету участника. также участие в рабочих группах подразумевает участие в проектно-экспертных группах совместно с мемпромторгами и другими ведомствами. Также возможность повлиять на итоговые правила обязательной маркировки, так как они всегда формируются совместно в диалоге с бизнесом. Ну и собственно проведение некоторых обучений участников эксперимента в рамках рабочих групп, вебинаров и так далее, то есть в более расширенном режиме. Участие в эксперименте для крупных и средних производителей позволяет в комфортные строки внедрить систему маркировки, отработать вопросы, которые возникают у участника оборота совместно с оператором. Для небольших производителей выбрать оптимальное типовое решение, то есть для небольших производителей формируются коробочные решения для быстрого старта. Для оптовых компаний и дистрибьюции это возможность опробировать бизнес-процессы, которые связаны с процессами работы с маркировкой. Ну и для розницы, конечно же, важно расширить количество товарных групп, в которых работает розница, так как многие розничные магазины мультитоварные, то есть продают и табак, и молочку, и воду, и, конечно же, пиво. Итак, двигаемся дальше. В текущий момент в эксперименте участвуют 214 компаний, из них 116 производителей, 20 импортеров, 18 компаний из опты и дистрибьюции, 55 компаний из розницы и 5 компаний из предприятий общественного питания. Также у нас есть партнеры эксперимента, партнеры по системной интеграции X138, партнеры по системной интеграции в рознице и в предприятиях общественного питания 14, у нас также 13 таможенных складов, которые являются нашими партнерами и 77 типографий. Первые тесты, ну, первые результаты, уже не первые тесты, которые мы проводим в эксперименте, показывают нам, что мы провели тесты и на производстве, и в рознице, и с импортерами, провели эксперименты с большинством продукции, это и пиво, и сидр, и медовуха, протестировали цепочки поставок, то есть всю товаропроводящую цепочку производителя до розницы в разной интерпретации, то есть это производитель опторозницы или производитель розницы, и также и протестировали и в предприятиях общественного питания. Также мы провели тесты на нанесение маркировки на стеклянные и PET-бутылки, алюминиевые и PET-кеги и алюминиевые банки, и также и стеклянные банки. Протестировали нанесение маркировки на кронин пробку, бугельную пробку, PET-крышку и крышку-пломбу для кег. Также проведены эксперименты на низкой, средней и высокоскоростных производственных линиях, тем самым на текущий момент можно сказать, что большинство тестов по разным факторам проведено уже на текущий момент. Итак, двигаемся дальше. Скажу, что запуск маркировки идет в два этапа, то есть первый этап – это работа на производстве, то есть маркировка при производстве, а также и для импорта при ввозе на территорию Российской Федерации продукции. Для розницы – это передача информации в саму информационную систему маркировки товаров, сведения о продаже маркированного товара потребителей с помощью контрольно-кассовой техники. Ну и, собственно, еще важное прекращение оборота не маркированной продукции. Второй этап – вводится обязательно поэкземплярная прослеживаемость оптового оборота маркированной продукции, и это позволяет обеспечить подачу съедений в так называемое единое окно, о котором я говорил ранее. Единое окно, напомню, это интеграция в двух систем – GIS-NT и EGAIS. Собственно, двигаемся дальше. Расскажу про взаимодействие с оператором. Конечно же, весь эксперимент сводится к коммуникации между различными структурами, отдельная коммуникация между производителями, коммуникация по специализации производства и импорт розницы, а также создана отдельная команда по технической экспертизе. Техническая экспертиза – это выделенные технические руководители проектов, которые обладают широкой максимальной экспертизой при работе с маркировкой. Это наши лабораторные исследования, проведение УКРов, тестов для проверки всех факторов, влияющих на маркировку. Это некие конструкторские технические решения, ну и, собственно, сформированный список интеграторов, которые доказали возможность работать с маркировкой. Также, с точки зрения коммуникации, напомню, что каждому участнику выделяется отдельный руководитель проекта для крупных и средних производителей, также и КАМА, то есть это отдельные аккаунт-менеджеры, которые работают совместно с руководителем проекта при работе с площадкой. Это трехуровневая техническая поддержка каждого участника. Также мы проводим еженедельные рабочие группы, вебинары, форумы, круглые столы по работе с участниками оборота. Ну и, конечно же, это нормативная база. Мы прорабатываем совместно с бизнесом и с отраслью рекомендации по модернизации МПА. Подсвечу вам некий чек-лист оценки готовности производителя к маркировке. Мы совместно с экспертами определили срок оснащения участников оборота оборудованием для маркировки в зависимости от размера компании занимает разные сроки, то есть от 9 месяцев до 1 месяца необходимо для подготовки с маркировкой. Напомню, что эксперимент заканчивается 31 августа текущего года, то есть через 6 месяцев. Итак, первая наша коммуникация с участником оборота, который вступает в рабочую группу, начинается с подачи заявки на участие в эксперименте, это некое письмо согласия, о нем чуть позже скажу. Дальше мы проводим первичное обследование производственных линий. Далее участник оборота выбирает системный интегратор, с которым будет проводить тестирование, проводит с ним процедуру исключения договора на проведение эксперимента. Далее проводится сам эксперимент, подписывается отчет, подписывается протокол проведения тестов. Далее готовится план оснащения всех линий для производственных предприятий, проводятся тендерные процедуры, исключается контракт. Далее происходит поставка оборудования, при необходимости вырабатывается информационная система для работы напрямую с государственной информационной системой маркировки товаров, проводится промышленная эксплуатация комплекса решений, ну и собственно выпускается маркированная продукция в оборот. Для розниц процедура очень похожая, однако в зависимости от размера и сложности информационной системы прорабатывается и возможность передачи, ну даже не возможность передачи, а тестируется еще информационный обмен между участниками оборота на этапе тестов. И при подготовке к обязательной маркировке проводится также подготовка оборудования, сканирующего оборудования, контрольно-кассовой техники. Итак, для участия в эксперименте необходимо подготовить письмо согласия, его можно найти на сайте честного знака, готовится по форме, которая там предоставлена на фирменном бланке предприятия участника оборота, где описывается буквально там несколько важных особенностей, то есть будь то это производитель, розница, либо оптовая дистрибуция, где указываются контакты, это письмо отправляется на наш общий ящик вирсобака.crpt.ru. Мы регистрируем данное письмо, выделяем конкретному участнику, выделенному руководителю проектов, который будет вести данную площадку и проводить тесты, также готовить ее к обязательной маркировке. У меня на этом все, постарался вам максимально рассказать все особенности, готов ответить на вопросы. Спасибо большое, Алексей. Ну вот из интересных вопросов, обязательно ли участвовать в маркировке общепита? Предприятия общественного питания, такие же предприятия розничной торговли, как и магазины с точки зрения вывода продукции из оборота, поэтому у нас даже в рабочей группе есть уже и крупные, и средние предприятия общественного питания, которые планируют проводить тесты. Также вот от представителя розничного сектора Тамилова Елена уточняет, нужно ли дополнительное оборудование при продаже пива в рознице, кроме контрольно-кассовой техники. Я так полагаю, что помимо кассы и сканера, в общем-то вам ничего больше не требуется. Да, если у вас с точки зрения информационных систем будет обновление, например, программного продукта для работы с маркировкой, с точки зрения контрольно-кассовой техники нужно проверить возможность работы с маркировкой, то есть проверить формат фискальных данных. Однако даже при формате 1.0.5 вы уже будете работать с маркировкой. С точки зрения сканера нужно проверить возможность считывать два декода, то есть код-дата-матрикс. И нюанс, связанный с приемкой продукции. Если у вас, например, на складе вы используете терминал сбору данных тоже его проверить, то возможность работы с кодами дата-матрикс и работы в целом с маркировкой. Если вы принимаете продукцию там же на кассе, то вы ограничиваетесь проверкой сканера и кассы. И, наверное, из таких самых актуальных вопросов, да, вопрос от Елены Летневой. Когда будет списываться марка при подключении кеги? То есть, собственно, это и вопрос. При подключении кеги будет она списываться или в какой-то другой момент? ППР с писанием продукции в специализированной упаковке, то есть в кеги, происходит в момент ее постановки на кран. То есть, считывается код маркировки, тем самым код маркировки выводится из оборота, соответственно, выводится весь объем кеги, который находится на кране. Однако мы прорабатываем несколько схем, в том числе и прорабатываем схемы частичного выбытия, но текущий ППР – это как раз списание кеги при постановке на кран, то есть полностью на весь объем. Спасибо большое, Алексей. Дальше перейдем к демонстрации уже возможностей спис, да, это вторая часть нашего вебинара, о том, как на практике можно заказать коды, распечатать этикетки, нанести их на продукцию. Вот, сейчас я начну свое выступление. Если какие-то вопросы дополнительно у нас появятся именно к спикеру от честного знака, да, для Алексея, вы можете их задать в вебинарии, мы их обязательно передадим, полученные ответы транслируем вам в виде ответов в разделе «Вопросы». Спасибо большое, Алексей. До свидания. Маркировка пива и пивых напитков от компании Tensor, программный комплекс BIS. Для тех, кто еще по какой-то причине о нас не знает, в двух словах скажу о том, что Tensor – это не только разработчик программы СБИС, это один из крупнейших операторов электронного документа оборота и отчетности, это ЦВИС, который имеет аккредитацию и также мы выдаем подписи от УЦФНС. Мы являемся самостоятельным оператором фискальных данных и авторизованным сервисным центром по продаже и обслуживанию торгового оборудования, которое необходимо в процессе работы как производителей, так и розничных продавцов. Наша сеть насчитывает 99 филиалов, соответственно, в каждом регионе присутствует наша точка, наш филиал, в который вы можете обратиться и всегда можете выбрать тот филиал, который ближе всего к вам находится, чтобы вам было комфортно работать. Напомню, по поводу необходимости взаимодействия с честным знаком, она немножко отличается процесс работы у производителя и у импортера. Это те группы, которых маркировка касается в первую очередь, когда она станет обязательной. Как сказал Алексей по новым данным, это будет 15 февраля 2023 года для бутылочного пива в стеклянных и PET-упаковке. И, соответственно, 1 октября 2022 года это кеговое пиво, то есть это первая группа, которая начнет маркировку своей продукции. Так вот, производитель заказывает коды маркировки в честном знаке, получает их и наносит на товар в процессе производства. Соответственно, потом подает отчет о вводе в оборот, чем обуславливает старт жизни кода маркировки и самого товара, как маркированного. У импортеров процесс отличается тем, что после получения кодов от честного знака необходимо будет эти этикетки передать своему производителю, то есть организации, которая непосредственно занимается выпуском этой продукции, чтобы в процессе производства они могли их использовать и нанести уже на готовые изделия. Либо же придется маркировать всю эту продукцию, привезенную на территории нашей страны, до прохождения таможенной процедуры. Также такие схемы крайне редки, чаще всего все-таки удается договориться с производителем, либо пользоваться услугами таможенного склада, которые сейчас также принимают участие во всех схемах маркировки. После того, как таможенная процедура была завершена, импортер подает отчет о вводе в оборот и таким образом товар и коды маркировки поступают в собственность импортера. Как уже говорилось ранее, способов нанесения существует три. Это этикетирование, печать в типографии и нанесение на конвейере. Способы отличаются стоимостью решения и скоростью его внедрения. Наиболее быстрым и самым экономичным, можно сказать, является способ этикетирования, когда производитель или импортер самостоятельно печатает этикетки и наносит их на продукцию. В случае с импортером, вы уже сказали, это может быть передача самих кодов или готовых напечатанных этикеток производителю. При маркировке нужно выполнить три шага. Заказать коды. ВСБИС это единый документ, акт выпуска. После этого необходимо эти этикетки напечатать. Выбрать можно тот шаблон этикетки, который подходит вам. Это может быть просто квадратик дата матрикса, это может быть этикетка, содержащая дополнительную какую-то информацию. Все зависит от вашего желания. И непосредственно это упаковка и ввод в оборот. Перед тем, как будет произведено ввод в оборот, нужно будет обязательно сформировать отчет о нанесении. То есть проверить, что каждая нанесенная единица дата матрикс кода считывается, а соответственно в розницу попадет только тот товар, который реально будет продать на кассе. При сканировании кода маркировки в чек, если код маркировки не корректен или не читается, он был поврежден, кассир просто не сможет продать такой товар, поэтому за этим нужно следить очень пристально и внимательно. Давайте на практике покажу, как выглядит работа в системе СБИС. Для того, чтобы можно было использовать производителю маркированной продукции, пива и пивных напитков, потребуется некий комплект оборудования. Сейчас часто используется выражение «коробочные решения». В случае, если мы говорим о коробочных решениях, у нас на сайте в разделе «каталог оборудования» опубликованы три варианта. Это условно скомбинированные комплекты, которые подойдут производителю, выбравшему вариантом своей работы этикетирования. Комплект базовый – это самый простой проводной сканер и принтер этикеток с небольшой производительностью. В оптимальном варианте это уже беспроводной сканер и более мощный принтер этикеток, который может печатать большее количество и с большей скоростью. И профессиональный вариант – это для тех, у кого нет ничего, рабочее место еще не оборудовано, и мы понимаем, что там нужно будет установить и компьютер, и монитор, и, соответственно, сканер с хорошим промышленным принтером этикеток. При этом эти варианты решений не ограничены какими-то конкретными моделями. Это общее понимание, что при работе необходимо будет использовать два элемента оборудования. При слове, что компьютер у вас уже есть, его не считаем. Решения могут быть разными. Возможно, что-то у вас уже есть, вы можете докупить просто недостающие элементы. То есть, очень часто у наших клиентов уже есть сканер или уже ранее использовался принтер этикеток, например. Здесь достаточно просто проверить, поддерживает ли это оборудование работало с датаматрикс-кодами. То есть, сканер должен быть обязательно 2D. А принтер должен подходить вам по таким параметрам, как, например, количество печатаемых этикеток в день, чтобы не перегружать его возможности технически. Обратите внимание, что у принтера очень важным критерием является также ширина используемой ленты. Потому что, когда вы будете печатать этикетку, тот шаблон, который вы для себя предусмотрите, важно, чтобы принтер мог поддержать как по качеству печати, так и по размеру ленты. Говоря о принтерах, не лишним будет упомянуть о том, что отдавайте предпочтение термотрансферной печати, так как срок хранения напечатанного изображения составляет до 2 лет и позволит вам не переживать о том, что в процессе перевозки или хранения изображение может исказиться, и потом это повлечет за собой сложности при реализации или списании, выводе из оборота этого кода маркировки. Что же касается работы в самом личном кабинете. К комплекту оборудования, к этому коробочному решению, вам понадобится программное обеспечение, которое будет с этим оборудованием взаимодействовать. В данном случае мы говорим о системе СБИС, это наше решение, наша экосистема, одной из функций которой является работа с маркировкой для производителей оптовиков и розницы. Что делает производитель? В первую очередь производитель создает документ «Акт выпуска». Это единый документ, в котором, как в режиме одного окна, можно будет выполнить все необходимые функции. Первое – указать, какие типы номенклатурной позиции сейчас вы будете производить и в каком количестве. В данном случае хочу отметить однократность заполнения данных о маркированном товаре. Это GTIN, TNV, сертификат или декларация соответствия. Они указываются один раз при формировании каталога. И в будущем не понадобится возвращаться к этому вопросу, потому что данные эти у вас не меняются. То есть какие-то формировать каждый раз таблицы или еще что-то – этого не потребуется. Заполнили каталог один раз, потом просто указываете, какую позицию и в каком количестве вы будете производить. Система эти данные запоминает. После того, как акт выпуска заполнен, нам остается нажать на кнопку «Заказать код». Заказ кодов происходит автоматически. Технически это занимает операция около 6-7 минут, то есть до 10 минут, как правило. Коды приходят из честного знака и на экране у вас появляется первая отметка, что коды получены и открывается функционал печати кодов. По требованиям оператора, по требованиям честного знака вы можете печатать коды только до момента ввода в оборот. То есть так называемая крипто-часть кода маркировки, которая доступна производителю в момент заказа кода, она будет удалена из нашей системы, чтобы последующая печать кодов была недоступной. То есть сначала напечатали, проверили, что коды считываются и после этого вводите в оборот, закрывается возможность повторной печати кодов маркировки. Именно с крипто-частью. Как вы видите на экране, у каждой позиции будет заранее отмечено, какое количество упаковок и кодов маркировки по этой позиции нужно проверить. После того, как коды будут напечатаны, вы их сканируете и визуально наглядно в интерфейсе системы получаете уведомление о том, что все коды просканированы, они проверены и считываются, либо проверены еще не все и необходимо продолжить сканирование. Если какие-то коды не будут отсканированы, они будут считаться отбракованными и при вводе в оборот соответствующее уведомление вы увидите на экране. Что касается печати. При печати вы можете использовать готовые шаблоны или же создать свой шаблон, который будет удовлетворять всем вашим требованиям. Как я уже говорил, это может быть просто изображение самого дата-матрикс-кода, расположенное на этикетке и больше ничего, либо же это будет какая-то дополнительная информация, которая понадобится вам в работе. Конструктор простой. Здесь можно простым перетаскиванием элементов сразу увидеть, какой будет итоговый шаблон этикетки и сохранить его для последующего использования. Также доступно создание нескольких шаблонов для того, чтобы под каждый вид продукции у вас была своя персональная необходимая вам этикетка. При печати, соответственно, вы просто выбираете, на какой принтер уйдет печать. Это тот самый подключенный принтер этикеток и готовые этикетки наносите на изделие. Ну, в данном случае первыми будут кеги, да, соответственно, на кегу наклеивается этикетка в месте удобном для считывания в последующем при транспортировке при передаче вашим покупателям. После ввода в оборот происходит отправка в честный знак одновременно и отчет о нанесении, и самого отчета о вводе в оборот, после которого коды маркировки произведенных товаров зачисляются на баланс производителя. И вы имеете право передать эти коды в следующее звено. Это будет либо розничный продавец, либо оптовик, который также передаст этот товар в будущем. Для того, чтобы передавать товары, стал обязательным электронный документооборот. Естественно, в маркировке пива и пивных напитков использование электронного документооборота начнется чуть позже, чем, собственно, маркировка на производстве и контроль за выбытием на кассе, но тем не менее лучше задуматься об этом заранее и настроить взаимодействие с электронным документооборотом в вашей системе заблаговременно. В СБИС это решение уже есть. Вы можете в несколько кликов мыши создать связанную реализацию с актом выпуска, при создании реализации туда автоматически перейдут все позиции и их коды маркировки. Соответственно, пересканировать продукцию не потребуется. Вам остается только выбрать получателя и нажать на кнопку отправить. Документ сформируется автоматически. СБИС также при формировании документа исходящего либо при получении входящего поступления автоматически стверяет статус кода системы ГИСМТ. То есть, вы всегда сможете себя проверить, что код действительно зарегистрирован в ГИСМТ, он актуален, и он находится, так скажем, на вашем балансе, то есть, вы имеете право его продавать. В самом электронной версии документов формируется также печатная форма стандартная ОПД, которую вы можете проверить, чтобы все было корректно. На сегодняшний день мы не говорим о взаимодействии с ГИСМТ, так как методических рекомендаций конкретных еще нет и эксперимент по интеграции систем еще не завершен. Поэтому пока что говорим только о том, что касается самой маркировки. ГИСМТ существует отдельно, в СБИСМ он также реализован, и возможность передачи данных в системе ГИСМ уже давно применяется нашими клиентами. В части использования системы как решение для производителей импортеров у меня, пожалуй, все. Вернусь к презентации. Мы поговорили о том, как происходит маркировка на производстве, как используется оборудование, что делает производитель. Итоговый чек-лист немножко проще, чем был у Алексея. В двух словах, что требуется для подготовки. Это электронная подпись для регистрации на портале Честный Знак, сама регистрация. Если вы еще не работали с системой маркировки, для вас это впервые, наши инженеры оказали уже тысячу услуг по регистрации, и эта процедура пройдет для вас быстро и без ошибок. Вы можете доверить выполнение этих операций нашим специалистам. Мы также готовы помочь подобрать оборудование. Как я уже говорил, это представленные коробочные решения, принтер, сканер, и подключим электронный документ оборот. Обучение по работе с маркировкой, по регистрации карточек товаров. Эти услуги также доступны, они уже прошли проверку временем и сотнями клиентов, которые работают в других товарных группах. Я, конечно, говорю о производителях и импортерах. Если мы говорим про дистрибьютора, здесь будет тот же самый набор действий с отличием только в оборудовании, потому что, как правило, дистрибьюторам не требуется работа с принтером этикеток. Они используют сканеры, проверяя те товары, которые получают на входе и формируя исходящие документы реализации на выходе при отгрузке. Соответственно, на входе необходимо обязательно просканировать коды, сверить, что на товаре и в документе коды совпадают. А при отправке исходящей реализации нужно эту реализацию кодами напомнить. В данном случае очень удобное решение это мобильное приложение с бездоки, которое можно установить на терминал сбора данных или на обычный смартфон на андроид. С помощью этого приложения можно дистанционно выполнять проверку сверху кодов в документе или наполнять подготовленный ранее документ кодами. Это самый частый кейс, когда бухгалтерия или рабочее место товароведа находится на удалении от склада, где работает кладовщик. Ответственное лицо может принять документ после того, как кладовщик уже сверил коды, наглядно в документе, увидев соответствующие зеленые галочки, либо же в случае отгрузки товаровед формирует документ, готовит его к отправке, заполняет дату, все необходимые реквизиты документа и дальше передает информацию кладовщику, что необходимо добавить коды маркировки в этот документ. Кладовщик с помощью мобильного приложения, привозя вместо отгрузки палеты с товаром, добавляет коды маркировки, это могут быть как коды единиц товаров, так и, как уже говорили ранее, групповые коды транспортные или коды комплектов. И, что касается розничного продавца, здесь, пожалуй, важным будет отличие, опять же, в оборудовании, помимо использования сканера при приемке, сканер понадобится также и при продаже на кассе. Соответственно, необходимо, помимо контрольно-кассовой техники, иметь 2D сканер, способный считывать код дата-матрикс для того, чтобы этот код добавить в чек при продаже. Сканеры бывают разные, бывают проводные, беспроводные. На слайде представлены просто варианты этого оборудования. Цена актуальна, естественно, на сегодняшний день, потому что в связи с различными изменениями у поставщиков цена оборудования может меняться. Здесь рынок периодически колеблется, стоимость оборудования. Мобильное приложение для работы с кодами, как уже говорил, можно использовать как на терминале сбора данных, так и в мобильном телефоне на Android, поэтому выбор лежит за вами. Телефон более дешевое решение, но менее качественно и удобно считывать эти коды, поскольку используется камера телефона. В терминале сбора данных, естественно, это более качественный сканер, который делает это быстрее и делает это чуть-чуть качественнее в плане скорости считывания, но не более того. При этом стоимость оборудования, естественно, сильно отличается. Телефон, скорее всего, у вас уже есть, а терминал сбора данных стоит от 20 000 рублей. Давайте еще раз прям акцентами, что удобно в СБИС, чтобы вы понимали, зачем вам система, о которой я рассказываю, что именно мы можем предложить. Во-первых, это однократное заполнение всех реквизитов маркированного товара. В большинстве случаев вам пришлось бы заполнять дополнительно таблицы, каждый раз проверять эти данные и с этими данными потом не запутаться. В СБИС один раз оформили каталог, заполнили все реквизиты, просто работаем с номенклатурой. При печати этикеток вы самостоятельно можете сформировать необходимый шаблон, вы можете его редактировать. Также есть услуга по созданию такого шаблона для вас, вам достаточно просто описать ваши пожелания и специалисты нарисуют этот шаблон, вы увидите его в своем личном кабинете. Самостоятельное время вам тогда тратить не придется. Автосверка кодов с честным знаком системы GIS-МТ. При получении документа и при подготовке документа к отправке мы автоматически проверяем статус кода, исключая варианты, когда код не числится в честном знаке и вам необходимо запросить новый документ у вашего поставщика, либо же по какой-то причине вы случайно добавили в код невалидный, в документ невалидный код, и вы до того, как этот документ отправите, заранее сможете увидеть такое уведомление наглядное, просто как это представлено на слайде. также обратите внимание, что такая возможность позволяет сократить количество возвратных документов, то есть не нужно будет обмениваться документами лишний раз, отменять подписание уже утвержденного документа, вы заранее до того, как утвердили, все проверили, или до отправки убедились, что все данные добавлены корректно. Возможность отгрузки сразу из акта выпуска, это как раз то, что я продемонстрировал, пару кликов мышью, и вы из одного документа создаете связанный документ реализации, это позволяет сэкономить время при работе товароведа. Также встроенный электронный документ оборот позволит вам из реализации сразу же сформировать электронную версию ПД и отправить ее, если вы видите, что коды в документ добавлены, так же как на слайде, галочками отражены заполненные все три позиции. Если вы работаете в какой-то своей учетной системе, то после того, как товары были введены в оборот, вам необходимо будет передать эти данные в свою учетную систему. Для этого у нас есть готовые интеграционные решения для самых популярных учетных систем. Вы можете загрузить документ акт выпуска, превратив его в производственный документ в своей учетной системе, или же после отправки реализации загрузить ее как документ для учета, чтобы у вас списались со склада необходимое количество позиций. Скорее всего, ваши контрагенты уже подключены к СБИС, поскольку, по данным ФСС, более 48% компаний сдают отчетность в госорганы через нашу систему, а значит, у них есть личный кабинет и есть возможность получать документы от вас, как производителя или оптовика. По стоимости, скажу несколько слов, стоимость нашей системы составляет 10 000 рублей в год. Это возможность удобной работы с кодами маркировки. Сами коды маркировки вы, безусловно, приобретаете только в честном знаке. То есть, там есть лицевой счет, вы его пополняете и при заказе кодов маркировки средства будут списываться с вашего счета. Наша же система отвечает за обработку этих данных, за удобный функционал и возможность использования дополнительных сервисов, о которых я говорил ранее. Если вы дистрибьютор или вы розничный продавец, то вам достаточно будет просто лицензии маркировка. Она стоит 1800 рублей в год и в нее входит использование мобильного приложения, соответственно, дополнительных каких-то затрат для того, чтобы работать с телефоном, вам не понадобится. Есть различные услуги, касающиеся обучения, настройки, регистрации. Самая частая, самая популярная услуга – это обучение работе с маркировкой, в рамках которой специалист внедрения расскажет вам о тех тонкостях и нюансах, которые существуют при обработке документов или при формировании исходящих документов, как правильно заказывать коды, как заполнять карточку номенклатурной позиции при формировании каталога и так далее. Также есть услуги по регистрации карточки самого товара. Если это новая какая-то позиция, вы ее регистрируете в национальном каталоге. Если необходима разработка вашего шаблона этикетки, пожалуйста, полторы тысячи рублей – это базовая стоимость, если вы не хотите там реализовать что-то сверхъестественное, там, естественно, стоимость может немножко увеличиться. Что касается электронного документооборота. Входящий электронный документооборот бесплатен. Как розница, вы можете получать любое количество документов совершенно бесплатно. А с лицензией на маркировку также использовать мобильное приложение, которое позволит удобно с этими документами работать. Внешняя обработка для 1С также поставляется бесплатно. Если у вас коробочная версия, то есть не дописанная 1С, то вы можете самостоятельно скачать ее с нашего сайта, установить и пользоваться. За это отдельных доплат не потребуется. Если же у вас какая-то самописная система или что-то сильно доработано, то вам могут понадобиться услуги по интеграции с вашей учетной системой. Они рассчитываются индивидуально по итогам обследования. Мы должны понять, что именно и как у вас изменено в вашей 1С, что вы хотите получить в итоге. Рассчитаем для вас смету, подготовим необходимое техническое задание, вы сможете с ним ознакомиться. Если вас все устраивает, тогда только вы платите деньги, и мы приступаем к работе. В завершении, хотелось бы напомнить, что СБИС – это не просто маркировка и электронный документооборот. Это полноценная экосистема, которая закрывает все потребности бизнеса, начиная от закупок, заканчивая розничной продажей. В процессе вы ведете складской учет, вы ведете бухгалтерский учет, вы сдаете электронную отчетность, вы, возможно, работаете с внутренним электронным документооборотом или кадровым электронным документооборотом, который становится наиболее популярным в последнее время. Также в части работы крупных организаций очень часто возникает вопрос с транспортными компаниями и электронные транспортные накладные. Это очень сейчас перспективное развивающееся направление в нашей системе. Этот проект уже опробован, есть положительные результаты, и мы охотно внедряем его у наших клиентов. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, будем рады вам также это решение предложить. Для того, чтобы работать было комфортно и удобно, у нас есть круглосуточная линия технической поддержки, где более 900 специалистов в любое время суток готовы ответить на ваши вопросы, подсказать, где находятся необходимые вам материалы в базе знаний, подключиться удаленно, если у вас какие-то возникли непредвиденные сложности при использовании нашего решения, что-то не получается, в случае, если все совсем плохо и какое-то изоборудование у вас сломалось, вы можете обратиться в наш сервисный центр, для того, чтобы мы провели диагностику, помогли с решением проблемы и взяли на себя работу с производителем, если это случай какой-то гарантийный, нужно будет что-то отдельно выяснить, заменить и так далее. на этом в целом у меня все, СБИС это эффективное средство для работы любого бизнеса, любого масштаба, поэтому мы будем рады сотрудничеству и если вам необходимо дополнительная консультация или презентация, пожалуйста, в вопросах поставьте соответствующую галочку в пункте хотите ли вы попробовать СБИС, мы с вами свяжемся прямо в кратчайшие сроки и обязательно пообщаемся индивидуально. Есть вот один неотвеченный вопрос от Кузнецовой Елены реализован ли акт выпуска в приложении с бездоки для работы на ТСД. В настоящее время этот функционал у нас прорабатывается и совсем скоро он должен появиться уже в боевом режиме, то есть, станет доступен каждому пользователю. Мы обязательно оповестим вас это соответствующей новостью. По срокам не хочу обмануть, да, потому что мало ли что-то на финальной стадии произойдет. Надеюсь, что это будет в ближайшие два месяца, то есть, к началу маркировки пива пивной продукции этот функционал уже должен быть. Но, повторюсь, обязательно новостью мы это отдельно объявим, анонсируем. Спасибо огромное за внимание. На этом у нас все. до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...